Итак, приветствую всех на мастер-классе. Сегодня будем рисовать гранат с ложечкой. Начинаем с наброска, начинаем с рисунка. Формат у нас квадратный, но, смотрите, лучше, конечно же, по ширине. Сейчас оставить чуть больше. Может быть, захочется потом больше воздуха, больше пространства. Пускай оно лучше будет, чем его не будет. Обрезать мы всегда успеем. По наброску. Ложечка с гранатом вот у нас очень хорошо компонуется практически в равнобедренный треугольник, только немножко он будет у нас вот так повернут. То есть, смотрите, вершина граната тут, потом ложечка слева заканчивает композицию вот здесь, и ложечка справа заканчивает композицию примерно вот здесь. Направление можно просто даже на глаз перенести. Примерно. Так. И так сразу скажу, оставляем немножко расстояние сразу больше. Вдруг оно нам еще понадобится. Так. Гранат. Гранат. Самое главное, самое важное. Гвоздь программы. Примерно он у нас одинаковых пропорций высоты и ширины. По высоте он чуточку больше. То есть, смотрите, вот здесь у нас верхушечка граната, а здесь у нас будет самый низ граната. Ширина. Ширина. Ширина, чтобы была немножечко меньше. Вот. Отступаем где-то. Вот столько. Смотрите. Ширина сравниваем с высотой. Вот высота немножко больше. Примерно на 1,1. Так. Сейчас просто обозначим, где что находится, потом будем прорисовывать. И так. Гранат здесь. Небольшое расстояние между гранатом и ложечкой. Примерно здесь оно будет проходить в ложечку. Так. Годится. Здесь еще очень важно, конечно, учитывать пустоты. Вот, например, ложка расстояния до граната. Примерно сколько занимает пустота от ложки до граната. Ну, то есть, что больше, что меньше. Ширина ложки, либо же ширина между ложкой гранатом. Вот. Немножко правильно. Так. Примерно. Почему говорю примерно? Рисуем все-таки не голову, рисуем все-таки не портрет. Чуть-чуть ошибаться можно. Рисовали бы мы, конечно, какой-нибудь портрет. Живой натуры, либо гипсовой. Там, конечно, так нельзя говорить. Там она немножко не прокатит. Так. Ложечка. Сразу же, смотрите, оставляю. Место для толщинки ложечки. Нам его нужно будет не пропустить. Нам все время нужно будет о нем помнить. Постараемся сегодня обойтись без белил, без белой краски. Только акварель и белая бумага. Так. Так-так-так. Сейчас набросаем ложечку. Потом на гранатик возьмемся. Так. Угадать нужно вот этот прогиб. Смотрите, вот, собственно, с такой чашей идет ложечка здесь. Потом у нее начинается прогиб, такое движение вверх. И опять небольшой спад вниз. Постарайтесь его угадать. Ложечка была не просто лопатой, а не прямая. Так, дальше ручка пошла, пошла, пошла. И расширяется. Допустим, где-то тут мы ее закончим. Пока так. Смотрите, ложка симметричная, поэтому самый выступающий край ложки здесь, самый выступающий край ложки здесь. Изгиб. Самая верхняя точка тут, самая верхняя точка тут. посмотрите, чтобы они лежали на на симметричных таких синхронно сходящихся направляющих. Потом ровненькая ручка идет до сих пор. Ровно, я имею в виду, без особых расширений, сужений. А потом она вновь у нас расходится, расширяется вот здесь. И тоже точно так же можно себя проверить. Самая левая точка, самая правая точка, чтобы они лежали на направляющих. Ничего особенного, просто так посмотрите. Кому тяжело, можете продлевать немножечко, немножечко на расстоянии, на таких длинных направляющих. Это легче увидеть. Я всегда своим ученикам говорю. Линии построения это ваши шпаргалки, это ваши страховочные. Страховочные линии, которые вам не дадут оходиться. Так, по ложке, что тут еще можно добавить? Толщина, толщина ложки. Конечно же, блеск в металле делают, точнее металл металлическим делают его блики. Соотношение по тону, по тональности между бликом и полутонным, между бликом и светом. Так, тоже пока годится. Я сейчас сам еще не уверен, там ложечка или не там. Посмотрим. Будем сейчас все подгонять. Будем сравнивать расстояние, смотреть по композиции, чтобы было как-то без больших пустот, без дырок, чтобы было уравновешено. Итак, гранатик. Так, давайте гранатик. Смотрите, гранатик это не просто кругляшок. Смотрите, не просто он кругленький, с такой коронкой на вершине. Он угловатый. Собственно, попадание вот в эту угловатость и будет делать гранат гранатом, а не яблоком с такой веточкой. Итак, смотрите. Давайте вкратце покажу, потом вытру. По идее, эти пустые поля нам уже не пригодятся. Смотрите. Гранат по конструкции. Собственно, на что следует обращать внимание. Он вот такой вот угловатый, ребристый. Вот это ребро обязательно мы показываем. И вот эту угловатость мы тоже показываем. То есть у него, получается, есть горизонтальная площадка и две боковушки. Левая, правая. Почти как в кубике. Как раз по излому, то есть это такой конструктив, примерно по излому будет располагаться облик. Здесь он будет прерывистый, не одинаковый, понятное дело. Но все-таки вот по излому здесь. Вот основной перелом светотени вот здесь. Где-то здесь. Обращайте на это внимание. Ну и наверху тоже, по идее, вставляется такая некая цилиндрическая форма. Но она у нас вот так будет распластана. То есть, что мы делаем? Чтобы вы понимали, что вы делаете. Не просто срисовали, а попытались, скажем так, увидеть вот эти планы, вот эти направления, вот эти вот три основных площадки. Так, все. Пусть это пока будет. Потом ватрим. Итак, гранатик. Гранатик. Вот. Вот этот перелом светотени. Вот. И здесь у нас получается начинается горизонтальная площадка. Так. Так, так, так. Как находить направление? Можно брать картинку, на чем вы будете рисовать. Распечатанную, либо на паншете. И вот таким вот банальным перетаскиванием приложили к картинке направление граната. Переложили, потом перетащили. Вот так вот, не крутя рукой, не крутя кистью. Иногда ее так даже обхватить можно для жесткости. Приложили, сюда себе перетащили на работу. То же самое. Приложили еще направление, вот так себе на работу перетащили. С живой натурой то же самое. Все можно делать. с живой натурой лучше один глаз прищуривать вот здесь у нас будет крепиться веточка смотрите когда рисуем эту верхушку мы ее еще смотрим по размеру по габаритам берем ширину откладываем влево берем ту же самую ширину от каждого откладываем вправо сколько раз она помещается влево сколько раз она помещается вправо ну допустим влево нам где-то полтора раза помещается до края граната вправо еще один разик может чуть больше одного зачем это делать зачем себя так перепроверять чтобы вы не нарисовали ее вот такую маленькую чтобы ей было не одиноко немного пустого фона ну либо же наоборот чтобы вы сделали небольшой видео иногда на глаз все получается сделать у кого сложности возникают просто сами себя перепроверять такая страховка наверняка так годится пока тоже пускай будет можно легонечко обозначить не у нас будет блик проходить это где-то здесь к один большой контрастный и еще чуть поменьше я специально теневой партии сделал немножко меньше банально такой композиционный вопрос чтобы не было пополам света и тени иногда это с эстетической точки зрения странно смотрится скучно монотонно далее это уже надо смотреть по ситуации так примерно вот так примерно так у нас пойдет тень основные направления нашли теперь можно уже и скруглить по поводу карандаша я не боюсь сделать таким вот толстеньким карандашом подготовительный рисунок потому что все равно у нас будет натюрморт такой мини натюрморт насыщенный густой темные тона будут преобладать карандаша чисто теоретически даже видно не будет поэтому конечно кто хочет рисуете механическим мне же таким даже приятнее зернышки зернышки граната рисуем не поштучно рисуем сначала массу намечаем сначала массу то есть вот самое левое зернышко здесь потом еще один примерно пытаемся сгруппировать угадать их ширину высоту смотрите первые три зернышка вверху они занимают половину ложки практически то есть я рисую не наобум не наугад никак мне повезет не повезет а так чтобы эти три зернышка у меня занимали примерно половину ложки так пол граната он зернышком еще еще можно конкретизировать так здесь по композиции хорошо три штучки лежит можно их тоже показать и ребристые когда зернышки рисуйте не не забывайте обращать внимание на ширину на на расстояние до граната чтобы они у вас были не огромные не мелкие ну то есть вот рисуем рисуем и чтобы нарисовав два зернышко здесь вот такое осталось небольшое расстояние чтобы не казалось она большим больше в два раза или в три либо наоборот чтобы она вообще еще 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 эти ну в принципе да можно кстати если если у вас какой-то перевес по композиции самостоятельно конечно же можно добавить ну то есть перевес здесь пусто здесь густо может быть даже можно и поинтереснее что-то сделать можно еще одну ягодку зернышко положить вот здесь зернышко здесь можно вот еще рисовать но не думаю что это будет сложно вот такие вот треугольнички трапеции дорисовывать а тут как раз можно разрядить не все нам нужно не все интересно как по мне тогда же перебор например здесь здесь вот эта группа пускай будет ну я бы еще вот тут нарисовал например и пока не будет группами так всегда интереснее природе тоже чаще всего так бывает группа и такая про пробел расстояние еще группа еще расстояние еще одна пауза далее так же и цветы не растут они не растут как штамп какой-то на ковре то есть группа расстояния еще группа еще какой-то пробел еще группа такими ритмами можно например еще одну здесь положить Так, и по поводу ложки. Просто почистить важные моменты. Важные моменты нарисовать добросовестно, то есть что такое важные моменты, там где у нас большие контрасты, там где должно быть ровно, четко то, что вот я уже говорил, металл делает металлическим, чтобы ложка у нас была не матовая, не пластиковая. Нужно будет не забыть показать вот эти блики, вот эти свечения и здесь. Как раз можно это еще дорисовать. Вот на этом, застряю внимание, на этом моменте нужно конечно же быть точнее, аккуратнее прорисовать. Вот этот момент тоже прорисовываем аккуратнее, точнее. Сзади фоном подрезать нужно будет темным, тоже честенько, аккуратненько. это я имею ввиду, чтобы не было каких-то там пушистых, размытых линий. И вот тут толщина ложечки, толщина металла, конечно же это очень важно. Здесь мы ее подрежем вот такой тенюшкой. еще заблестит, еще засверкаем. Сейчас, может быть, кто не понимает, о чем речь идет. Позже-позже будет понятно. В принципе, все с ложкой. С ложкой закончили. Гранат, в принципе, тоже может быть. Мы его будем начинять вот этой фактурой, которая на нем. Вот эти все потемнения, потертости, может быть, какие-то там точки продавленности в гранате. Это мы, конечно же, сделаем потом. Сначала сделаем общую заливку большой светотени, а потом уже начнем вот таким вот рельефом, фактурой. То есть, пока нам достаточно, пока нам. На свою я работу смотрю, конечно же, в ракурсе. Здесь я на столе практически горизонтально, иначе вы бы видели только мою макушку. Вот сейчас увидел, что у меня немножко гранатик не такой по направлению, здесь чуть больше скосить. сюда. Так, в принципе, лучше. Перед началом можно немножко промокнуть клячкой, чуть-чуть резинкой, допустим, протереть, чтобы не было много жирного грифеля на бумаге. Особенно места, где у нас попланируются блики. Тоже очень важно, чтобы там была белая бумага. Это, конечно, не критично. Мы можем грифель убрать, и потом, даже когда будет акварель у нас по краям, все достаточно хорошо вытирается. Ну, я люблю это все делать перед началом. Так, хорошо, приступаем к следующему этапу с рисунком у нас. Все готово. Начинаем прокладывать большие пятна. Приступаем к самому интересному. Начнем писать с граната. Начнем сейчас подбирать тон. То есть смотреть, что светлее, что темнее и насколько. Начнем с граната, потому что пишем от светлых к темным. Здесь в этом своя логика. Мы сейчас начинаем с самого-самого светлого пятна, то есть блика. Блик, обращаем внимание, что он не белый. Белый блик мы, может быть, оставим только на ложечке, только вот где-то на передних планах ложки. Мы подбираем тон блика, то есть тональность светлее либо темнее. Потом к этому блику подбираем тон граната, световой партии граната, чтобы он заблестел, скажем так, чтобы была разница, вот как на натуре, чтобы было видно, что это блик материальный на такой жесткой корке граната. А затем мы только будем подбирать фон и тень на самом гранате. Так, пишем алиприма, пишем по сыру, стараемся все сделать за один раз. Ну, то есть как минимум передать основные впечатления и ощущения за один раз. Смачиваем, мачиваем. Полностью пятно граната, только ключевой момент пишем не по сырому, а по влажному, по влажной бумаге. Все почему-то думают, что по сырому это обязательно должно быть и гореть. Будут рейки, понятное дело, все стечет. Цвет блика, смотрим. Цвет и тон блика подбираем. Во-первых, он у нас не белый. Это уже мы обсудили. Он существенно темнее, чем блик на ложке. Еще он у нас холодный. То есть какой-то фиолетово-голубой. Пробуем фиолетовый с голубым. Если сейчас он окажется у нас темнее, чем надо, значит будем пробирать. Значит будем немножечко выбирать. Окружаем теперь этот блик темным, темным красным цветом. Локальный цвет, конечно же, красный. 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 Темный. Какой-то кармин. Но это не единственный цвет. Там еще у нас присутствует вкрапление. какой-то охры желтой. Вот например наверху возле веточки. Охры красные. Английская красная. То есть там огромное богатство цвета. Сейчас пытаемся подобрать основной локальный цвет и тон. То есть как я уже ставил задачу. Мы сейчас пробуем сделать такое достойное окружение этому блику. Скажем так, чтобы он заблестел. Чтобы он был на темном фоне. То есть скажем так, светлый блик на темном фоне. Нам это ощущение сейчас нужно передать. По поводу цвета можно обогащать сразу же. То есть вот вкраплениями желтых, оранжевых, как я уже говорил. Охры желтой. Можно это все доводить. После того, как будет заложено основной локальной пятно. Сидим за силуэтом. Караплак красный. Карамин. Кадмий. Что-то такое христо еще внизу появляется. Затемнем тоже вопрос интересный. Чем затемнем? Можно для начала попробовать с фиолетовым. То есть там есть такие темные пятна внизу. Смотрите, форма на гранате вниз заворачивается. От света плоскость площадка прячется. То есть становится темнее. Чем затемнить? Общий какой-то локальный цвет. Красный, теплый. Как у нас получается? И свет, и тень. Они явно без прохлады. Какая-то шесть этого вот тут нет. По поводу того, если вы считаете, что вы с первого раза не заложили общий тон, особенно тон, смотрите. Я считаю, ничего страшного, если мы его допишем уже вместе с фоном, потому что все относительно живописи, все относительно цвета, тона мы подбираем относительно друг к дружке. Смотрите, появится темный фон, и потом мы тогда уже сможем окончательно подобрать темный тон этой тени, потому что к белому окружению просто даже чисто психологически тяжело взять нужный тон. В этом нет ничего страшного и так. И так, и так, тоже пытаемся сейчас подобрать. Мы знаем, что у нас в итоге тень должна быть темная, очень темная. Смотрите, фон почти черный, и тень на гранате, она тоже почти черная. Она должна сливаться, практически сливаться. По поводу цвета этой тени. Какая-то коричнево-кроплачная. Я сейчас подбираю, как я говорил, общий локальный цвет этот он, а потом я его обогащаю. Все коричневые добавляю потом. Это не проблема. Цвет граната очень сложный. Там множество оттенков. Там даже в виде рефлекса закралась какая-то даже охра. Вот посмотрите, видите, охра. Охра желто-оранжевая, есть и с коричневым. Ну, позднее. Самые темные собираются где-то по перелому формы. У нас получается благодаря рефлексу, отраженному свету от доски, от фона, вот здесь немножко охренко и появилось. Самые темные где-то здесь. Самые темные синий, фиолетово-коричневые. Короплачные, они собираются где-то здесь. Давайте трагедия не делать, если мы все по тону за раз не возьмем, не найдем этот тон. Допишем, до ума доведем уже. Когда будет фон. Можно сейчас попробовать, если не чувствуешь уверенность, какого тона должен быть рефлекс. Можно опять же потом, когда появится фон. Так, свет на вот этой вере. Ну, какой-то с желтинкой, с оранжевинкой тоже. По цвету этот тон очень похож на сам гранатный ух. Такой золотистый красивый цвет. Надо даже где-то не побояться. Такой откровенно, чистый оранжевый цвет. Всегда успокоить и сожнить можно потом, в процессе. Так. Что-то с нашим гликом. Можно его немножко направить, а так по форме. Слегка, слегка выбрать димошку. Выбрать пигмент. Здесь еще. Другая пигмент. Ничего не надо поставить. Так, рыхли. Легшим на гранате слеза. Так. Смотрите, не увлекайтесь. Чтобы он был намного темнее полутонок. То есть, что-то типа правила. Что-то типа азов и правил классической живописи. Рефлексы на матовых предметах, они должны сиять. Иначе гранат будет металлическим. То есть, не должен рефлекс в тени попадать в полутон. Либо, тем более, свет. Он должен быть частью тени. Он должен быть темнее. Так. Сразу. Какая-то неровность. Какие-то зернышки поступают. В принципе. Можно попробовать и сейчас это показать. Какая-то неровность. Какая-то неровность. Сложность фактуры. Какой-то коричневый. Коричневый потертый бочок. Ну, например, можно попробовать сделать вот этим вот эффектом. Видите, а-ля сухая кисть. Можно делать это тоже потом, когда появится фон. Вам будет понятнее, насколько эту фактуру делает контрастной. Либо же не контрастной. Можно попробовать сейчас. Кто уверен. Сухой кистью. Ну, то есть, ставим мазки сухой кистью. С минимумом воды. Практически один пигмент. Сейчас уже завершение. Можно добавить темных. Добавить темных. Вверх ушек. Здесь. Добавляем темные. Здесь. Потом у нас берется рендерическая основа. У нас вся в тени. У нас вся спрятана. Смотрите, не делайте черную дыру. То есть, самый темный тон где-то посередине. И не однородный. Не однообразный. То есть, чтобы чувствовалась еще какая-то дополнительная фактура. Не просто черный кружочек. Только такими вкраплениями, а не темные. Следующее, к чему приступаем. Зерна. По поводу зерна. Вот, например, начнем с участки, которые у нас лежат в росте. И не забываем о бликах. Не забываем о бликах. Самые левые. С ними все проще. Тут главное сделать их потемнее. Такие сочные, красные, насыщенные. Да, в принципе, все. Те, которые ближе к серединке, будут посажены. Там у них просвечивается косточка. Желтенькая такая. Красненькая. Светло-красная. Там ее тоже надо будет просто не забыть показать. По поводу этих. По поводу, как я уже говорил, простых, таких более темных. Мы их, когда пишем, аккуратно следим за силуэтом лошки. Очень важно, очень важно выдержать вот этот вот левый ровный край. Смотрите, кто его не выдержит, придется влазить. Либо деревами, может быть, ножом что-то царапнуть. То есть, в любом случае, это уже будет. Будет уже по временам задраться. Так, слегка они разные. Там одна цепляет, одна цепляет. Опять же повторюсь, главное не забывайте о бликах. Мне надо добавить сотни. Так. По поводу красного. Ну, смотрите. Опять тот же кроплаг и кармин нас выручают. Ну, значит, темно-красный насыщенный. Лучше использовать кроплаг. Кроплаг красный. Так, по поводу этих. Ну, смотрите, можно. Пишу я по-сухому, на всякий случай, чтобы не пропали на блики. Конечно же, чтобы не натекло ничего на них. Ну, смотрите. Серединку можно заложить в кадмин. Кадмин немножко оранжевый. Кадмин красный свежелый. Цвет бликов, он тоже не белый. Он фиолетовый. Он какой-то фиолетово-голубой, сложный. Это можно будет все поставить потом. По краям темнее. По краям опять кроплаг. Так, можно быстренько пробежаться по всем ягодкам. Вот у нас получается вторая. Вторым ярусом тоже идет ягодка, зернышко. Да, лучше их там на зернышко назвать. Зернышко со светлой серединкой. И вот так можно по-сорому быстренько окружить темным, тоже темным кропачком. Третьим уже рядом. Там идет такое что-то невразумительное. Какой-то бачок еще одной ягодки. Ну, допустим, пускай он будет вот такой. Можно еще немножко темнее добавить темных. Вот эти тоже у нас посветление. Слишком можно чуть-чуть затемнить. Обвести более темным. Здесь вот тоже по краям. Тоже больше блеска. Еще вот одна у нас лежит. Получается вот здесь почти у самого края. С бликом, с очень светлой серединкой. Тоже она у нас пускай будет такая. Моментами желтой, моментами красной. И тут же ее быстренько-быстренько окружаем темным, темным красным. Смотрите сами. Может быть кто-то будет экспериментировать. Не обязательно. Это будет только кроплак. Я в начале ролика умышленно ничего не говорил по краскам. То есть у меня тут и Ленинград, и Палитра, и Невская. Немножко сонет. Поэтому смотрите. Может быть у вас вообще будут какие-то другие краски. Главное, конечно же, не используйте школьный акварель. Нет насыщенности, нет светостойкости, нет пигментов. Нет цвета. Так. И еще вот это вот у нас тоже. Очень темное. Очень темное зернышко. Сейчас так вот подрезаем. Смотрите. Очень-очень аккуратно слежу я за своим краем от ложки. Обязательно вы не забудьте сделать то же самое. Нужен ровный край. Смотрите. Вот такой темный-темный. Нужен контраст. У нас в дальнейшем здесь будет... Немножко залиться. Немножко заправим. У нас здесь будет очень большой контраст. Блин, у нас тень под ложкой подбивать его снизу. И вот такие вот темные зернышки граната будут темным подбивать сверху. Так, ну ладно. Каждую, конечно же, мы не прописываем. Не будем уже фокусироваться. Вообще, такой пятна набираем. Пока достаточно. С темными, возможно, это еще не все. С темных, возможно, еще захочется добавить. Будет фон, будет видно. То есть, возможно, это не все. Так, серединку тоже сейчас допишем. Заложим. Так. Какое-то мерцание. Не представляю мерцание. Настоячно красиво. Так. 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 Вот сейчас вот явно просится. Тут у нас немножко слилась вот эта вот зернышко. Просится темный сегодня. Сейчас поставим по-сорому. Дальше будем рассмотреть. Так. Все. Хватит. Зернышко мне все одинки. А ложки хватит. Так, можно еще тронуть те, которые вот рядом лежат. Такие тоже важные, пускай нет. Есть. С косточкой такое красивое зернышко. Вот блик. Обязательно оставляем блик. Тогда будет просвечиваться. Смотрите, не забывайте оставлять светлые серединки. Не забывайте оставлять зернышки и блики. Тогда будет свечение. Тогда будет трясок. Тогда будет вот как практически через линию. Со стороны света блик. С обратной стороны. Реплекс. На обратной стороне стенки свет. Это зернышко. Вот оно почти все в тени. У нас там получается тень под ложкой. И от ложки. Вот. Ну блик, что где-то здесь вот разрядывается. Тоже пусть будет. Так. Еще одно зернышко. Так, вот блячок. Еще такой блячок. Так. Главное, конечно же, передать общее настроение. Общую цветоносность. Смотрите, может быть, не все блики покажем. Может быть, какой-то отбор сделаем. Главное, угадайте вот тональность. Вот что светлее, что темнее. Вот светло-красный и темно-красный на зернышке. Так, здесь вот еще. Нужно парочку тронуть пока. Смотрите, почему тоже говорю пока. Почему не будем сейчас прописывать все зернышки. Гоняться сейчас за мелочами. Хочется, конечно же, побыстрее заложить фон. Взять общее отношение. Это, конечно же, важнее. Если у нас будут прописаны все зерна красиво. Но с фоном что-то пойдет не так. Ну вот, нити отношения, например, перетемним, недотемним. То уже никакие зернышки работы не спасут. То есть тут очень важно взять как в натуре. Взять тональные отношения, пятовые отношения, как в натуре. Так, вот две немножко. Ну, можно вот еще одно последнее. В верхнем ряду не хватит. Так, немножко видеть. Светло-темный смотрим. Бачок сверху темный, снизу наоборот посветлее просвечивается. Там светится сок. Так. Ложка. Давайте сейчас еще немножко тронем ложку. Может быть, я не всю писать не будем. Хотя бы подойдем сверху. Там вот, где у нас темный полутон. Смотрите, свет, конечно, сложный. Не нужно тут стереотипно мыслить. Вот металл, он должен быть серым, либо он должен быть каким-то синеватым. Он, допустим, да, он какой-то локальный цвет имеет серый. Но он в теплом окружении. Посмотрите, вот здесь вот на ложке присутствуют те же коричневые, те же христы из фона. Поэтому, если мы будем писать только серым, только каким-то голубым, среды не будет. Не будет рефлексов, не будет ощущения, что эта ложка у нас лежит на этом столе. Именно она из-за этого натюрморта. Будет ощущение вырезанности. Будет она оказаться другого натюрморта. То есть, что я здесь намешал. Сложный, сложный, конечно, цвет. И охра, и коричневый, и марс, и немножко голубого. То есть, ищем баланс. Просто одни цвета, они ни о чем не говорят. Конечно же, нужно найти баланс. Тут где-то будет и вкрапление у меня голубого, и охра. Тоже можно сейчас не распространяться, не гоняться за каждой вмятинкой, маленьким каким-то рефлексиком. Закладываем общий локальный пятно. Смотрите, а вот здесь, на ручке этой ложки, там вообще даже какой-то теплый, явно теплый рефлекс присутствует. Наверное, даже от граната. Скорее всего, вот этот цвет, он отражен уже от граната. Сторона ручки, которая чуть больше отвернута от граната, она как раз потемнее. Здесь как раз присутствует такой темно-синенький, может быть, даже рефлексик. Вот здесь вот прям на переломы, у блика. Вот где-то здесь. То есть, понимаете, свет от граната отражается сюда и дает светлый рефлекс. С обратной стороны наоборот, потемнее и чуть похолоднее. Где-то здесь ложка еще там выглядывает. Можно выправить. Все. Здесь пока достаточно. Какие-то темные... Какой-то рисунок можно намекнуть здесь на ложке. Видите, что... Такой тесненный рисунок можно... Можно сейчас... Только, наверное, накомогаетесь. Смотрите, не делайте ее контрастнее, чем нужно. Так. Все. Пока можно оставить. Пока... Какого-то достаточно. Теперь приступаем к заливке. Заливке фона. Смачиваем бумагу. Опять же, смотрите, чтобы не было ручьев и больших луж. Плюс-минус равномерно все. Фон у нас очень контрастный, очень темный. Сейчас будет у нас много возможностей для творчества. Поэкспериментируем, поимпровизируем. Фон темный, коричневый. Немного умбристый. Предлагаю ее немножко туда добавить зеленцы. Чтобы был такой коричневый. Марс. Марс коричневый. Умбра. Чтобы он был такой слегка болотистый, темный. Но... Темный, слегка зеленцой. Так, пробуем. Большого смысла нет. Очень долго мешать все на палитры. Намешали и по возможности быстрее пробуем. Мы приступаем посмотреть, как же это смотрится уже на работе на анатоле. Так, гуще, гуще. Еще темнее, еще гуще. Так, коричневый. Немного зеленцы. Такой сложный. Так. Задача подобрать такой темный тон, чтобы выделить, вывести наперед наш гранат. Чтобы его с левой стороны просто подрезать. Сейчас будем говорить, где контрасты большие, где они могут быть уже меньше. Так, по поводу ширины. Ну, смотрите. Вот, примерно квадратный у нас формат. Больше, наверное, не надо. С небольшим запасом. Совсем с небольшим запасом мы сейчас делаем. Экспериментируем, пробуем, набираем локальное большое красивое пятно. Что бы нравилось. Но только обязательно соблюдаем, чтобы был темный тон. Вот эту разницу, вот этот контраст, вот это касание светлого граната с левой стороны, со световой стороны, с темным фоном, это мы соблюдаем обязательно. У вас это может быть чуть коричневее, чуть теплее, чуть зеленее, либо же больше какой-то ухлевы, может быть, добавить на усмотрение. Соблюдайте только тональные соотношения, тональные различия. Чёрные предлагаю не использовать, в принципе, и так хватит. Универсальный такой и затемнитель. Ну, можно без него и обойтись. Как цвет, как самостоятельную краску мы его не используем. Так. Немножко фиолетово подмешиваю, немножко опять крапочка, чтобы они как-то перекликали. Степлинка тоже должна некая присутствовать. Так. Ну, а справа у нас такая тёмная будет партия. Теневая. Так, уже высыхает, немножко нужно воды поддать, подбавить. Что-то у нас быстро, быстро испарилось. Так, 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 так. Так, 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 так. Добавляем. В наш локальный коричневый немножко добавляем фиолетовые венки. Это у нас будет цвет тениевой. Что мы делаем сразу же? Сразу же нам необходимо списать, совершенно по классике, списать теневую партию граната с фоном. То есть, тень с тенью, тень, собственная тень падающая, между собой не контрастные. Насколько вам сливать, не сливать, либо же просто не контрастно держать, это уже творческое, это уже ваше дело. Смотрите, главное, чтобы здесь не было контраста. Это основа азы, академического рисунка, живописи. Тут, смотрите, можно немножко списать, как раз можно немножко затемнить гранатик, тем самым убрать контраст вот отсюда. Будет это место дальнее оказаться ещё дальше, а больше внимания, наоборот, сюда, на передний план, на перелом. Так, что ещё? Гранатик у нас тут заворачивается к низу, отворачивается от света. То же самое, аналогично. Что мы можем сделать? Мы его можем немножко подписать. Это, в принципе, любой человеческий глаз так видит. Контраст тут больший, контраст тут на переломе светотени больший, а в полутонах меньше, тень с тенью ещё тем более меньше. Так, гранат сейчас не дописываем, детали появятся позже. Мы сейчас, главное, должны заложить общую большую форму. Так, ну что, можно? Ну, чуточку можно вот ещё сзади списать немножко тоже, чтобы он вырезанным не был. Во-первых, немножко влияние цветового среды, немножечко собьём контраст. Собьём, скажем так, с дальнего плана, с силуэтом гранатов. Так, здесь, повторюсь, у вас полное творчество. Кто захочет, может даже слить такой эффект балансской живописи. Так, продолжаем дальше. Пишем передний план. Смотрите, ложечку оставляем. С ложечкой тут, конечно, нужно быть аккуратными, чтобы на неё не налезть, иначе придётся потом долго восстанавливать. Придётся либо царапать, либо белилами вложить. Передний план, он немножко светлее. Тут больше нам, наверное, понадобится ухо-жёлтая, кальвий, оранжевый, жёлтый. Немножко розовинки добавим. Такой тоже сложный, какой-то горчичный, охристый пункт. Так. Ещё раз, то есть, то, которое я вас предупреждал, здесь всё должно быть ровненько и аккуратненько. Даже маленькая кисточка подойти. На всякий случай. Очень красиво в такой золотой доске, в таком фоне золотистом, будут смотреться вставки фиолетового. Фиолетового можно обогатить, набрав сначала основное пятно, потом можно ввести туда ещё дополнительно. Смело, не боясь, пробуем, экспериментируем. Главное, фон в любом месте, он должен быть темнее световой части граната. Смотрите, не увлекайтесь, то есть, чтобы была целостность картины. Экспериментируем с цветом, с насыщенностью. Но... Но с едим за тоном. Тут мы расслабляться не можем. Так. 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 Под ложечкой у нас есть тень, мы ее поставим вот сейчас, когда наберем большое пятно, уже по сырому надо успеть, хотелось бы успеть. Сейчас фиолетовинка, коричневинка, параллельно обогащаем. Если кто-то может сразу же подбирать цвет, то есть общее локальное какое-то христое пятно, если вы видите сразу эти розовые, фиолетовые и можете, не боитесь их вводить при наборе от большого пятна, пожалуйста, кто не может, кто не успевает, можно это сделать сразу же, вот когда набрано большое пятно. Так, это пока еще пишем без, без падающей. Тут и зеленышки, тут и затем, и затем надо следить, в общем. Заслабиться не получается. Наш блик на ложке. Так, какой must-have, это обязательно. Так, ну что, можно попробовать сразу же тень под ложечкой положить, для большего контраста, чтобы она у нас была в среде, чтобы она здесь у нас легла на столе. Так, вот здесь она у нас будет такая темная. подсекаем, должна появиться среда. Тоже такая с фиолетовых каких-то. Так, здесь у нас еще она продолжается. Это уже наше падающее. Вот по сырому хорошо, в принципе, ложится. Лучше, конечно, по сырому. Вот здесь расстояние должно быть, оно тут светлее. И вот под самим предметом, вот здесь подсекаем, она опять должна немножко темнее. Получается, правило такое, ближе к предмету тень темнее, падающее. Отдаляясь от него, она немножечко становится светлее. Так, больше воздуха будет. Так, будет расстояние. Так, вот последнее сейчас. Побыстрее его нужно. Набрать пятно. Так, так, так. Спешим, спешим, спешим. Вдруг какие-то края, вдруг что-то. Плавно соединяются, можно немножечко подразумевать. Так. Вдруг по сырому. Вот та же охота, та же коричневинка, но плюс немножко фиолетовая. Вот здесь такая маленькая будет. Тут тоже. Я вот сейчас чисто композиционный такой момент делаю. Объединяю две тени, просто для того, чтобы сгруппировать вот эти две массы, два зернышка. сия падающие тени, сия падающие тени и группирую. Композиционный. Композиционный момент. Так. Здесь. Здесь. И опять то же самое. Тоже обобщаем. Объединяем. Так. Ложку у нас. Неровную ложку. Объединяем. Угу. Потом это тоже можно все сделать. Ну и последнее наше. Великвая эта тоже все высохла, можно немножко красть мочить. Ну как вариант. Дописать уже. Так, чтобы следов не было видно. Так, так, так. Так. Там не было видно. А то есть, так. Попокатируничали ли самператор? Скажем лиPär headlights и т.хă. скрою колитичинг от табц Онлочен т.кл., мое утро. Так, за crossedи. Так, я не могла сделать. Моин не постигачевМе. Так, я переворачиваю! Так, я не могут переликат. Так, это один простоonsin. Отвечаем в романтик. Дописываем зерна и расставляем акценты, может быть, что-то списываем, детали и так далее. Детали, ну вот, например, может быть, захочется утоньшить толщинку ложки, например. Она не одинаково белая, самый светлый край, нет, самая светлая середина, даже не так, самая светлая середина, она заворачивается влево-вправо, и поэтому отворачиваясь от цвета становится темнее, чуть-чуть слева, чуть-чуть справа. Вот. То есть списыванием, акцентами мы занимаемся именно сейчас. Смотрим, как. Нравится, либо нет. Так, здесь спишем, чуть-чуть отвернем от света. Не думайте, что все должно блестеть. Если металл, то все обязательно должно блестеть. Нет. Будет блеска больше, чем надо, наоборот, будет разрознено все и раздроблено. Так, вот, только здесь у нас блестит. Потом, посмотрите в середину ложечки. Блестит только здесь площадка, которая попадает под прямым углом к кусочнику света. Вот эта середина, вот эта внутренность у нас, наоборот, как раз полутону. Она вот здесь получается в светлом полутону, потом она заворачивается в такой более холодной, более темной. Она все темнее и темнее становится вот здесь. Так что здесь, наоборот, надо еще больше набрать, еще темнее посадить. Чтобы глубина чувствуется. Так. Есть. Здесь немножко подрезаем. Так. Внутри ложки. У нас там такой темный, темное зернышко, гранатик. Вот здесь немножко темнее. Так, еще немножко темнее. Потом, что там происходит с самой ложкой? Дальше, точнее, с ручкой. Откуда-то берется еще темный рефлекс. Ну вот, давайте его таким сделаем, потемнее. Какая-то есть фактура на самой ручке тоже. Можно немножко добавить. Что-то здесь вот есть такое. В середине. И немножко по краям. Кстати, посадила. Немножко можно сейчас немножко набрать. Немножко темнее сделать. Так, вот, я делаю немножко темнее. Вот такой даже эффектов у кисти пустых и остается. Здесь. В глубинах немножечко набираем еще. Делаем темнее. Здесь темнее. Здесь тоже немножечко темнее. Так, теперь анализируем, что происходит с ручкой. Она тоже не одинаковая. Смотрите, вот самые яркие блики здесь. Поэтому вот этот край немножко садим, чтобы она была не одинаковая. Так, это очень важно. Нашка равномернее. Сюда отворачиваясь, у нас тоже блик немножко гастет. Пропадает. И опять появляется вот здесь вот по краешку. Так, приступим к зернам. Ну, смотрите, эти мы совершенно от себя будем писать. Может быть, будем поглядывая на какие-то зерна сверху. Так. Ну, вот, например. Так, вот, например. Блитчок. Края блитчок. Серединка чуть-чуть теплее, ранджавее. Еще темнее по краям. Смотрите, мы не будем их, конечно же, прописывать идеально. У нас не фотореализм. Это такое больше даже этюдного плана на терморт. То есть, алиприма. Как увидели, понравилось, сделали, передали впечатление. Если нравится, значит, отставляем. Блики холоднее. Скоро будем делать. Пускай они пока остаются белыми. Мы их потом немножко фиолетовинкой пройдемся, чтобы были не белыми. Обратили, да, уже, наверное, внимание? Блики у нас... Блики у нас холодные. То есть, серо-голубые, серо-фиолетовые. Кто как чувствует, кто как увидит. Главное, чтобы они не белыми были. Еще один. Здесь и здесь. Вот мы будем с кофточкой. С веткой кофточкой. На просвет. Рубушка. Частая ошибка, если такая вот, встречается у учеников. Блики ставят даже там, где не надо. Даже в теневых партиях. То есть, не путайте. В тенях у нас могут быть максимум рефлексы. Если что-то там светится, если там что-то тоже холодное может быть, сияет, это могут быть рефлексы. Не путайте их с бликами. Не нужно их делать такой же интенсивности, как и блик. Блик у нас это непосредственно отражение источника света. Рефлекс это через посредник. То есть, рефлекс это уже отраженный свет. От среды, откуда-либо. Хорошо, теперь можно еще в фон добавить фактуры. Можно немножко сделать потемнее. Где-то вырезать ложечку еще немножко активнее. Добавить деталей в гранатик. Может быть, добавить каких-то потертостей и так далее. Так. Ну, по поводу граната. Вот как раз можно добавить темных сюда. Акцент так и просится. Слишком она пресная стала, слишком одинаковая. То есть, добавили мы темный фон. Все относительно. Добавили темный фон. Захотелось сюда тоже ввести каких-то более контрастных моментов. Смотрите, главное не ярким. То есть, какой-то сложный намешиваю. Такой опять же коричневый, краплак. Немножко фиолетовинки. Темный. Сложный темный. Вот. Может быть, надо быстрить. Еще акцентов темных. Эти акцентов еще контраста. Сюда, сюда. Немножко больше. Какая-то запятая. Вот смотрите, видите, какая-то вмятинка, ямка. Вот эти потертости, которые мы вначале ставили, они уже даже не видны. Можно еще набрать, тоже попробовать. Может быть, эффектом сухой кисти. Может быть, как раз вот доу зайцев убить. И немножко затемнить, объем показать. И как раз добавить фактуры. Вот там еще тоже покрою что-то может быть. Вот здесь темно. Видите, не раздребите. То есть, обогащаем. Не забывайте, что мы просто обогащаем. Мы сейчас не должны разбить локальное пятно. То есть, не должно тут появиться каких-то темных, черных дыр. Иначе будет просто вот настоящая дырка воспринимать. Будет вы кожуру разрезали. Можно еще сюда фактуры. Немножко рожегинки добавить. Немножко. Желтый, оранжевый. Чуть-чуть сюда. Так, опять, погрязнение немножко. Немножко красного сюда. Фактура. Здесь у нас рефлекс. Здесь у нас больше желтого. Так. Немного фактуры в фон. Почему бы и нет. Вот взяли фон. Оказался он чуточку светлее. То есть, хочется больше контраста. Немножко. Что-то у нас было. Немножко такой омбра. Коричневого масса. Зеленцы может быть слегка. Вот сюда и зайдем. Еще немножко фактуры. Это же может быть эффектом сухой кисти. Главное, главное взять верные отношения. Или можно намекнуть даже вот на эту фактуру, которая у нас есть на оригинале. Чуть-чуть темнело. Первый слой у нас были такие заливки. А сейчас немножко затемнем и сделаем чуть фактурнее. Смотрите, работа уже в принципе смотрится. На каком этапе ее оставлять, это, конечно же, вам решать. Вот, что смотрится. Можно сейчас вот еще некоторые моменты, некоторые контрасты повытягивать. Вот, усилить тень подложкой. Можно усилить тень вот еще за ложкой. Да, вот еще совершенно таким декоративным приемом пользуюсь. То есть, иногда что-то хочется выделить, завысить. Да, здесь можно даже вот чуть-чуть там приударить, подчеркнуть. Еще можно добавить немного фактуры. Еще можно затемнить. Это уже, конечно, делается на ощущения, на собственные пожелания. Вы можете этого даже и не делать. Чуть-чуть интереснее. Можно немножко залезать немного. Я вот тем самым списываю еще теневую часть граната с фоном. Чтобы еще оказалось дальше. Оказалось. Вот так контрастно. Потом немножко темных. Так это и предполагалось. Немножко темных. Вот таких фиолетово-кроплачных, густых. Черно-фиолетово-кроплачных. Еще можно добавить зернышки, которые лежат у нас в ложке. Еще больше засияют. Можно сейчас это пятно смочить легко. Масарону писать. И вот как раз уже можно будет приступать к фиолетовым бликам. Собирали делать. Как раз немножко. Такой легко пройдем. Так, структуру. Теперь это измерим. Так, смотрите. Такой рисующий черный. Он не везде не одинаковый. Вот у меня не получилось с первого раза угадать этот тон. Конечно же тяжело. Конечно же психологически тяжело угадать, когда все белое. Начинаем, допустим, вот с эти зернышки. Фона нету. Еще непонятно, какого тона он у нас будет, должен быть. Мы, конечно, знаем, что он будет темный. Но, опять же, сложно это все за раз делать. Поэтому ничего страшного. Вот эти вот конечные, темные мы вводим в конце. И это как раз такой обычный, нормальный, рабочий, методичный процесс. Смотрите, если мы возьмем на оборотах, тем нечем надо. Ну, то есть, вот сами себя накрутили, напугаем, знаем, да, что нам нужно ввести. Вот будет в этих зернах очень-очень темный фиолетовый цвет. И пустимся во все тяжкие. Сделаем его практически черно-фиолетовым. И будем уже в заложниках у этого черно-фиолетового. А нам все остальное придется делать намного контрастнее. То есть, это я параллельно вставляю какие-то запятые. Так просто по желанию, на свои личные ощущения, интуиции. То есть, какие-то еще там запятые, какие-то потертости на гранате. Просто, чтобы понимали. Это такой процесс рабочий все время. Смотрю, пишу зернышки, смотрю на гранат. Так, может быть, уже и достаточно. Каких-то темных можно сюда еще добавить, ввести. Тоже, смотрите. Так. Получается, пишем зерна. Получается, еще и на ложку посмотрю. Немножко можно этих темных сюда еще ввести. Пока зернышки сохнут, фиолетовый сейчас будем вводить. А я еще параллельно немножко добавлю фактуры. Я хочу еще немножко сделать темнее. Вот, может быть, немножко здесь фон темнее. Ложка, чтобы было светлым силуэтом на темном фоне. Может быть, здесь еще немножко такой фактуры. Не просто фактура. Я вот планировал сделать темнее. Ну и, соответственно, делаю темнее фактурой. Можно сюда еще чуть-чуть ввести. Конечно, на одной фактуре не уедешь. Должно быть красиво по цвету. Должно быть красиво по композиции. То есть, игра. Вот игра. Света тени. А фактура это так. Это просто, знаете, как бонус. Вы понимаете? Это уже когда автору делать больше нечего. Когда работа запорота. И что-то ничего не получилось. Чтобы как-то хоть выехать. Можно брызги вводить. Можно там солью посыпать и так далее. Вот. Это стоит, конечно, воспринимать только как бонусом. На одних эффектах далеко не уедешь. Так. Смотрите. Это фактура не ради фактура. Это фактура, которая делает мне фон еще немножко темнее. Я вот сейчас делаю темнее. И на этот эффект там сухой кисти. Вот. Ну тоже. Я не фанат всего только по-сырому. Почему бы и нет? Почему бы не вести где-то мазок, чтобы был виден? То есть, кто сказал, что акварель прям вся должна быть влажная. Все должно быть. По-сырому, по-мокрому. Почему бы и нет? Скажем так. Акварели Шишкина, акварели Тропинина, акварели Васильковского даже. У него есть акварельки. Доказывают обратную. Можно и по-сухому писать. И, собственно. Из-за этого ничего не пострадает. Так. Теперь. Немножко добавляем фиолетовинки в блики. Как я договорился. Сейчас намешаем такой. Легкий, бледный. Бледно-фиолетовый. И им сейчас немножко вот так вот пройдемся по бликам. Придаем холодный такой свет. Такой легкий, легкий полупрозрачный. Практически прозрачный, холодный. Вот эти-то холодные должны быть. Такие все блики. Крови покрываем, чтобы они у нас были холодные. Можно вот сейчас еще даже смотрю. Немножко пролессировать наш блик на гранате тоже. Слегка-слегка. Какой филитеринке в него добавить. Таким эффектом сухой кисти. Немножко захолоднеть. Чуть-чуть затянуть, чуть-чуть захолоднеть. Чтобы он не вырывался. Чтобы он окном, конечно, не светился. Так, ну все, смотрите. Все остальное уже по желанию фактура. Какие-то потертости, помятости. Может быть, какие-то там черные запятые точки. Это можно делать до бесконечности. Только смотрите, не разбить. Конечно же, чтобы не разбить большое локальное пятно. Ну, а так, в принципе, я считаю, уже можно оставить. Теперь показывайте вы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...